ЕС предлагает Казахстану помощь в урегулировании кризиса. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Борель в субботу заявил, что ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. ОДКБ должна уважать законность в стране. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Европейской службы. Он также призвал страны, которые в рамках ОДКБ направили в Казахстан свой военный контингент, уважать суверенитет этой страны. Военная поддержка извне должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан, добавил глава внешнеполитической службы ЕС. Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, пишет. Издание. Такое решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В частности, в Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы организации. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.